Максим Скаченко, я .NET-девелопер в соцсерве, в частности, замарин-девелопер. Сегодня я хотел бы поговорить о чат-ботах, о том, как они развиваются, развиваются ли вообще, о том, как это было, как их сделать, и так, чтобы один раз и покажу в конце небольшую демку на примере Microsoft Bot Framework. Итак, все, наверное, помнят этот мессенджер. Этот слайд скоро, наверное, можно будет использовать в качестве теста на возраст. Это ICQ, и тогда у него уже была поддержка бота. Если задуматься на секундочку, этот мессенджер 96-го года. он отлично использовался, развивался, но потом прогресс идет, идет время, и появляются все больше и больше новых мессенджеров, новых решений. И с 2009 года, наверное, не, наверное, а точно до 2012-го его аудитория стремительно падает, и падает больше 2-х третьих. С чем это связано? Одни говорят, что было слишком много спама в нем, кто помнит, как оно и было. Но другие говорят, что это общая, общемировая тенденция, и как бы начали развиваться соцсети, люди перешли общаться туда. Также помним, что в 2007 году вышел первый iPhone, в 2008 году вышел первый Android девайсы. Как бы начали люди тоже писать новые мессенджеры, ну и как-то популярность его начала спадать. Поэтому мы имеем большое количество мессенджеров, и сейчас можно выбирать из чего только угодно. Если посмотреть по популярности, посмотрите на эксклюзив контент, это вот я брал со статиста ком, там он платный. Мы сделаем под конем, посмотрим по WhatsApp ускока, и видим, что аудитория ежемесячная, его около 1 миллиарда. Это данные за февраль, здесь данные за апрель, то есть судя по тенденции, как бы меньше вряд ли стало, возможно даже больше. Это, кстати, статистика по Slack, и если посмотреть за грамм за месяц, так подсчитать, то в принципе мы увидим, что он как бы догоняет тебе грамм по популярности. То есть это сейчас на данный момент решения, которые самые популярные у нас есть. И как бы логично предположить, что можно в эти решения внедрить еще поддержку бота, потому что давайте задумаемся, сколько у нас, ну, юзер в среднем использует где-то там, ну, приложений 5, наверное, в общее время, которое он проводит в смартфоне, да. Но если посмотреть, сколько вообще у нас приложений на телефонах, то там, например, один для погоды, для заказа еды, или не один даже, для трекинга чего-либо и так далее, и так далее, и так далее, которые мы можем использовать, ну, очень редко, там, может, раз в месяц или, ну, несколько раз. И, ну, они нам как бы нужны, но, в принципе, они захлавляют систему. И интересно то, что все эти приложения можно в каком-то роде заменить чат-ботами. Что, в принципе, и решили, например, Telegram и Facebook пришли к такой идее и думают, что давайте мы введем себя в поддержку чат-ботов, и не можно будет, как бы, использовать тот же функционал и не качать приложения отдельные для какой-то одной цели. Вообще, почему выгодно иметь ботов и разрабатывать ботов? Потому что у нас есть, уже есть готовая платформа, на которой ее нужно юзать. Можно использовать ботов. Юзеру привычный интерфейс для понимания, для использования то есть в мессенджере, там, пишем текст, общаемся в формате переписки. Легко задеваем, потому что нам не нужно думать ни о интерфейсах, ни о каких-то взаимодействиях, нам нужен только бэкэнд, поэтому нам даже не нужны фронт-энд-девелоперы. Можно написать, можно просто написать бэкэнд и уже интегрировать в какой-либо мессенджер или платформу, и оно уже будет работать. Исходя из этого, у нас есть дешевая реализация, получается. Намного дешевле, чем если бы мы написали отдельное приложение. И плюс ко всему этому у юзера появляется дополнительный выбор. Часто у нас есть, если какое-то там, какое-то приложение, у него может быть сайт, у него может быть мобильное приложение, десктопное приложение, если есть бот, это еще, то это тоже хорошо, и у юзера есть выбор, что ему использовать, что ему удобно или как ему больше нравится, или все одновременно, если, например, бот может не покрывать весь функционал, там просто будет это неудобно что-то делать, но для чего-то его хватает, а для чего-то можно зайти в приложение или в веб-версию. Поэтому бота, в принципе, писать выгодно. И если смотреть о том, что сейчас идет тенденция к разработке искусственного интеллекта, то тут чат-боты тоже очень выгодны. Давайте посмотрим, какие есть примеры сейчас. Ну, это не самые лучшие, а просто интересные, которые я выбрал и решил поделиться. Например, IBM разработала чат-бота, которого поместила на форум Института Джорджии. Он там помогал студентам больше полугода. И самое интересное то, что люди даже не подозревали, что это бот. Он им прекрасно там помогал, отвечал на вопросы, поддерживал, напоминал о дедлайнах, там. Вел себя как человек, там, гукл, агакал, там, использовал сленг. И когда им сказали, что это был бот, а не настоящий человек, люди удивились, потому что они даже не могли предположить, что это неживый человек. Они думали, что это какой-то преподаватель из университета. Другим примером служит бот, написанный 19-летним парнем, который оспаривает тикеты на штрафстоянку или какие-то другие. В чем была проблема? В том, что в Америке и в Лондоне, когда приходит тебе штраф какой-то, и чтобы его оспорить, нужно потратить много ресурсов, денег, то есть нужно найти адвоката, который правильно составит, короче, составит, то есть будет, что он будет оспаривать, что он не согласен. А чат-бот с помощью наводящих вопросов понимает, как можно оспорить этот штраф, сам формирует это заявление и отправляет. И в большинстве случаев не приходит апелляция в суд, что, ну, как бы не начинает оспаривать, и оспаривать его. И таким образом он уже сохранил людям более 4 миллионов долларов. Другой парень Хантер Скотт написал бота для Твиттера, который просто ретвитил всякие конкурсы, то есть принимал в них участие, мы знаем, там много есть всяких там подпишись, ретвитни для того, чтобы там что-то выиграть. И вот этот бот, он сканировал ленту на вот такие вот твиты и автоматически как бы ретвитил их и принимал участие. И в общей сложности за 9 месяцев он выиграл около тысячи призов, правда там не все какие-то прям супер крутые, много были не из его региона, поэтому он их не забирал. Некоторые там были просто дорогие, но там были проблемы с налогами, поэтому он их не забирал. Но сам факт, что вообще идея сама классная. Ну и, наверное, может быть всем известно, если кому неизвестны, это чат-бот Тая, который Матерсов запустил в Твиттере. Предполагалось, что это будет милая девушка, которая будет общаться со всеми. Это практически, ну как бы она учится на ретликах людей. Ну и в начале было все хорошо, она была дружелюбная, она всех любила. Но потом что-то пошло не так и она стала прям всех ненавидеть, всех презирать, стала, в общем, расисткой, стала любить хитро и все такое. В общем, кто хочет, почитайте, там твиты очень забавные у нее есть. Всего за сутки люди ее научили всему плохому, чего вы, наверное, знаете. Вот. И еще я заглянул, так как сейчас в самых популярных мессенджерах это в Фейсбуке и в Фейсбук Мессенджере и в Телеграме есть поддержка ботов. Я заглянул в их стори, в бот-стори и увидел, что есть очень, очень богатый выбор и очень разный, то есть, начиная от игр и от дублирования каких-то приложений до чего угодно. ну и для самых банальных, там погодных и все такое. Это Фейсбук-стор и Телеграм-бот-стор. То же самое мы видим, там игры, флейбусто, торрент и так далее. В общем, разрабатывать ботов столь. И тут встает вопрос такой, что хорошо бы их один раз бота написать и чтобы он был кроссплатформен. Такую возможность нам предоставляет фреймворк от Microsoft Bot Framework. Он дает не только SDK, он предоставляет еще developer портал, на котором можно менеджить своих ботов. и Bot Directory это как бы площадка для размещения ботов, написанных на этом фреймворке. Посмотрим его возможности. Это так выглядит девелопер портал. Здесь можно создать бота, то есть его зарегистрировать, можно выбрать в каких каналах он будет использоваться. Каналы это площадка, то есть это мессенджеры, там Фейсбук, Телеграм, Слайк и так далее. Кстати, поддерживаются не только мессенджеры, поддерживается смс, поддерживается имейл и расширяться будет постоянно количество платформ, поддерживается. Здесь же на этом портале можно тестировать своего бота, можно запаблишить и можно управлять. Тут есть аналитика, можно протестировать в вебчат контроле и можно подключить и посмотреть за дополнительными сервисами Microsoft и Cognitive Services. Это набор API, который там разное предоставляет Microsoft. Так выглядит бот-директори. Мы видим, что уже некоторые большие игроки на рынке уже сюда добавляют своих ботов. но также есть и от независимых разработчиков свои боты. SDK. Есть SDK готовые для .NET, для Node.js. Этот SDK он обнадсорсеный, поэтому можно идти посмотреть, как там идут дела, поконтрибьютить, подписать баг-репорты. И также можно общаться, можно через REST таблик все подключить. Но если мы используем SDK готовые, то аутентификацию, например, и в сайте сохранения сессий, регистрация и все такое, это у нас уже будет готовое. Ну, у кого какие-нибудь. Общение между юзером и ботом происходит посредством Activity. Activity это объект, который содержит некоторые параметры, которые передаются между ботом и юзером. есть от кого послали, кому послали, есть данные о чате, в котором, с которого пришло или в которое пойдет. Есть Channel ID. Это там название платформы, с которым общается в данный момент бот. сервис URL это название base URL для бот-краймблока. У каждой Activity есть тип. Их несколько. Это Message, если юзер шлет Message. И есть несколько других дополнительных. Это, например, если какие-то апдейты в чате происходят, там, например, кто-то добавляется в чат, или кто-то удаляется с него, или что-то делает, он переименовывает. Contact Relation Update. То, что кто-то пишет, можно пингануть доступность бота, и можно запросить удаление юзер-даты. Просто некоторые регионы, ну, у них такая политика, что должна быть такая возможность, чтобы не хранить данные пользователей. Также можно ставить сообщения в форматах нескольких. Это может быть простой маркдаун, ну, например, как в Скайпе, подчеркивание, жирный, курсив и так далее. И можно в XML, но этот формат не все поддерживают, и он тоже там немножко специфичный. То есть нужно смотреть, что поддерживает какая платформа. Есть Local, то есть мы можем видеть, на каком языке, ну, понять, на каком языке общается с нами пользователь. Это может быть полезно, если мы хотим перевести, например, ну, общаться с пользователем на его языке, то есть переводить сообщения. И есть, кстати, еще по локали, есть уже встроенная поддержка для нескольких, я там потом расскажу, для диалогов, есть поддержка автоматического перевода текста между юзером и ботом. То есть нам уже в некоторых местах нужно думать о переводе и подключать какие-то сторонние сервисы. И есть Channel Data. Это очень интересные, интересные property, потому что с помощью него мы можем достучаться до каких-то нативных для платформы, с которой мы общаемся, возможностей. То есть бот-фреймворк – это просто какая-то абстракция и унификация общего, ну, общих возможностей между чатами. То есть банально там про текст, да, там, может, кнопочки, картинки и все такое. Но если там у нас есть какое-то специфическое API и мы хотим его использовать, мы будем его как раз использовать через этот Channel Data. Это не весь список, он больше, но я просто рассказал про самое интересное. Так же есть встроенная возможность уже работы с attachment'ами, с карточками и экшенами. То есть attachment'ы мы можем пересылать, там, выбирать layout, там, горизонтальный, вертикальный. Есть так называемые rich card attachments. Это карточки, вот, например, как на скриншоте, это примеры скайпа. Их есть несколько типов, там, например, с большой фоткой, с маленькой фоткой, там, с подписью. Есть карточка чека, есть карточка кода, куда-либо там, аутентификация. И также есть кнопки, которые могут нам просто... Ну, то есть мы можем с помощью них, если бот нам может отсылать такой набор кнопок, мы можем по ним нажать просто, чтобы не писать вручную какой-то ответ. У каждой кнопки или экшена есть тип, он тоже... Есть общий набор типов, которые поддерживаются текущими платформами. Ну, не всеми, конечно. Это, например, там, звонок, или открыть URL-ку, или показать, или скачать картинку и так далее. Бот-фреймблок поддерживает сохранение состояния, с которым общается... На котором... Сохранение состояния, которое с юзером. То есть, например, если у нас там... Там просто какой-то походный чат-бот, который ты ему попросил, там, похода на сегодня. Он тебе раз... То, понятное дело, ему тут никогда не нужно никакого сохранения состояния, и нужно знать, что было перед этим. Но если мы какого-то пишем сложного бота, там, например, для заказа чего-либо, и, там, по предпочтениям что-либо, ну, что угодно, то, конечно, неплохо бы нам знать состояние общения с этим юзером, и вообще, чтобы у нас были какие-то данные об этом. Поэтому есть встроенная возможность сохранения состояния. Она... Есть некоторые методы для работы с ними. Это, там, получить get set user data, по чату также сама data, и по приватным чатам. Ну, также можно, конечно, удалить состояние. Есть поддержка диалога, встроенная уже. То есть, если... Если мы пишем бота, который должен задавать несколько вопросов подряд... Ой, это не прикиньте. Диалоги — это просто, если мы хотим что-то спросить и получить на это ответ. Есть такая возможность. Кстати, вот в диалогах уже присутствует автоматический перевод под локаль, на который общается с тобой юзер. Есть несколько типов диалогов. Это общий iDialog интерфейс, который мы всегда реализовываем в IWM, если хотим использовать диалог. Пром диалог, который просто нам что-то говорит там. Я сделал или еще что-то. И есть LUIS диалог. LUIS — это часть API из Cognitive Service Microsoft. LUIS — это Language Understanding какой-то там сервис. В общем, он умеет распознавать речь, понимать и что-то делать на основе этого. И уже его поддержка есть как бы из коробки в этом SDK. Мы просто можем использовать этот диалог у себя и уже там общаться с пользователем на более высоком уровне, а не на предыдущих каких-то командах. И очень интересная фича есть в OpenWork — это Formflow. Часто нам нужно, чтобы, например, там что-то… Если, например, это заказ еды, да, то нам нужно заполнить некоторые поля. Их может быть очень много, там, по предпочтениям, там, адрес, телефон и так далее, и так далее. И не считая уже, что там в заказе может быть куча вопросов. И чтобы все это не делать вручную, у нас есть Formflow. Как он работает? Мы пишем класс на C-Sharp'е с какими-то пропертями. В основном, если это, там, должен юзер выбирать… Например, если юзер должен выбирать каких-то вариантов, то это будет, например, какой-то ином, который мы объявили, и просто у нас пропертя будет в классе этого инома. В общем, мы создаем класс, который представляет нашу форму, то есть те данные, которые нам нужно получить от пользователя. И мы просто отправляем ему эту форму, и он, когда он начинает заполнять эту форму, ему подается на вход по одному вопросу каждый раз. Там, его что-то спросили, он ответил, его спросили, он ответил, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс в том, что оно может быть… Это, ну, это общение, оно может не идти строго по какой-то схеме. Если, там, юзер хочет вернуться, там, или что-то поменять, он может легко это сделать в любой момент. Если, там, он хочет посмотреть состояние или еще что-то, пожалуйста, это легко, это уже готово, бери и делай. Для более расширенного использования есть атрибуты, которые мы можем навешивать на property нашего класса. Вот список этих поддерживаемых атрибутов. То есть, по сути, это некоторая валидация и расширение стандартных возможностей formflow. Там, например, если у нас, когда спрашивается какой-то вопрос к property, он… там, темплейт этого вопроса, он всегда одинаковый. Вот с помощью темплейта мы можем изменить… атрибута темплейта мы можем изменить, там, для каждого property свой вопрос. Там, можем, там, поставить, что он необязательный для заполнения, там, на весь валидацию, на то, что там… ну, то есть, на лимиты какие-то, там, на числовые значения, можем описать, как это… и так далее, и так далее. То есть, очень расширяемая и очень удобная в использовании получается. И теперь… давайте посмотрим на демку. Так… все, наверное… или не все, но у меня, по крайней мере, есть такая небольшая проблемка, которую я давненько уже думал, как бы ее решить. У многих из нас есть несколько чатиков, да, в… там, в разных… хотя бы в скайпе возьмем. Есть там один рабочий чатик, есть там чат с друзьями, есть там так и так далее, там еще может быть куча чатов. И там, если нам в одном чатике что-то присылается, и мы смотрим, что этот контент довольно интересный, мы хотим им поделиться, то мы начинаем пересылать это в другие чатики. В общем, это довольно внутреннее занятие. И в качестве примера я решил написать чат-бота, который будет пересылать месседжи из одного чатика в другой. Правда, не все, я решил, что пусть он пересылает только ссылки. Кстати, вот так выглядит темплейт для написания чат-бота на борт-праймворке. Я думаю, что веб-девелоперам, веб-девелоперам он довольно знаком. Это обычная веб-бот есть со своими контроллерами и так далее. Ну, в принципе, нам нужен только один контроллер с одним методом хост, экшеном, в котором мы будем, в принципе, все обрабатывать. Что делает этот бот? Когда не приходит на вход какой-то текст, мы проверяем, чтобы это было тип его был месседж, потому что у нас структура бота, логика бота построена в том, что мы общаемся текстом по гостям. Потом проверяем, чтобы юзер его упомянул в своем тексте, чтобы мы понимали, что обращаются именно к нему. И есть у нас несколько задефайненных команд, с которыми можно работать вместе с ботом. Эти команды — это gpsh.id. Как вообще я придумал логику бота? Ну, я решил написать все самое простое. Это можно, конечно, импровод, наверное. Мы заходим, добавляем в два чата этого бота, в котором хотим, чтобы он слал между ними месседжи. В одном чате берем айдишку этого чата с помощью команды gpsh.id. В другом чате мы вызываем команду player вместе с айдишкой, которую мы получили в первом чате. Эти айдишки связываются между собой. У меня есть простое хранилище какое-то, просто список этих связанных чатов. И потом бот начинает просто слушать эти чаты и смотреть, если у нас попадается какой-то текст с HTTP, то мы его просто пересылаем в другой этап. Понятно? Ну, это просто очень простая реализация для примера, чтобы понимать, как оно работает. Также есть возможность, ну, понятно, можно посмотреть справку, можно удалить чат, ну, как бы разделить чаты, то есть чтобы больше бот не пересылал между ними сообщения. И можно добавить команду skip, чтобы бот не пересылал там какую-то ссылку в другой чат. Кстати, вот это мы вот смотрим, это тот тип activity, о котором я говорил. Сначала проверяем о месседжах, ну, что это тип месседж. Если тип какой-то другой, то мы смотрим, какой тип, и можем делать на основании этого типа какие-либо там есть. Ну, тут, в принципе, просто сейчас не потребовалось ничего такого. Давайте посмотрим. Вот у меня. Вот этот чат-бот. Я уже себе добавил в скайп. Давайте добавим, создаю новую. Возьму новый чат. Я добавлю в себя в качестве второй скайп. Такс, чат. Такс, и ещё второй чат. Так, у нас есть два чата, в котором есть бот. Начнём с ним общаться. Попросим о диску. Он её нам возвращает. Вот. И теперь давайте попробуем что-то написать. Ну, так как у нас бот слушает, то ищет HTTP вхождения, то всё окей, у нас не пришло. Теперь бот нашёл это вхождение и пересомим сюда skip. И добавляем каждый раз, чтобы вот не зациклился и не пересылал с одного чатика в другой постоянно. Мы можем, также нам нужно один раз только связать, с другого чата так же самое в другую сторону работать. Можем сказать напрямую, чтобы пересли это сообщение. Даже если у него не будет вхождения HTTP, которое он слушает. Для этого просто нужно упомянуть ботов в сообщениях. Вот, в принципе, и всё, чем занимается бот. Это ссылки на графики, которые я использовал на GitHub этот бот. Если кто-то хочет посмотреть или кому-то понравилась идея в Contributed, это ссылка на Cognitive Services Microsoft. В принципе, у меня всё. В общем, спасибо большое за презентацию. Вот такой вот вопрос. Ну, то есть, это кроссплатформенная. Ты сейчас, ну, показал, как Skype. Скажи, какие ещё, ну, скажем так, платформы поддерживаются полностью, а какие с ограничениями? Ну, не смотрел, не ресерчил в эту сторону? Ресерчил. Я вообще делал бота, у него есть поддержка для Telegram. Я добавил поддержку, но потом начал смотреть. Не работает. Потому что фреймворк очень сырой. Он ещё, как видим, в статусе превью. Работа ещё активно не ведётся. И я просто нашёл, заглянул туда, короче, посмотрел на проблемы, которые есть. И одна из проблем была та, что в Telegram, в Conversation он не работает. Поэтому, так как я делал его там уже вечером вчера, у меня не осталось времени подключить какой-то другой мессенджер и показать на демо. Ну, а вообще, вот список на данный момент платформ, которые поддерживаются. Ну, нужно просто щупать именно, что действительно работает, причём есть ещё баги. А никаких нет элементейшнов на количество сообщений? Ну, скажем так, на ресурсы, которые он менеджит? Ну, получается, сейчас это на стороне Microsoft он хостится? Верно, Шу, да? Нет, нет, нет. Хостишь ты его, я его выложил на Azure. То есть, за бэкэнд отличаюсь он, например, просто, как бы, что он там делает. Это он пересылает через своё API в Skype. У самого Skype есть бот-фреймворк отдельный, и он, скорее всего, работает вот этот бот-фреймворк, работает со скайперским бот-фреймворком и уже напрямую ждёт Skype. Лимитейшнов у самого бот-фреймворка нет, но они есть у конкретно платформ, которые поддерживаются, и там уже нужно смотреть, какие есть ограничения у каждой платформы, и их учитывать при написании и при использовании. А ты не смотрел, что по поводу аналитики? Ну, вот сделал ты бота, а как его мониторить? Есть какие-то встроенные решения? Ну, потому что скип, например, туда ставить, это же, как бы, не очень, да? А аналитика какого плана тебе? Ну, например, сколько его вызывает, какие вызовы, какие там ошибки были? Вот, например, там вижу какие-то issues 12, а что это? Да, это я пока тестил. В основном я тестил Skype и пока тестил, и пока у меня какие-то были проблемы, и не могло, сообщение не доходило до конечного пользователя, а здесь вот эти вещи пока стоят. Ну, в Ажуре есть сайты. Я, правда, ими не пользовался, но я знаю, что они есть, и там, в принципе, можно смотреть, что откуда и куда вызывается. И, я так понимаю, после того, как этот бот просто не запаблишерен, но если его запаблишерить, то здесь тоже какие-то сайты показывают, что нужна статистика использования бота. А паблишер, это значит, это... Это чтобы он появился в бот-директоре. То есть любой добавить может его? Да, любой добавить. Я не добавил, потому что там особый процесс, ну не особый, просто review, оно предполагает, что должны быть условия использования и так далее, и так далее. Просто не было времени, и, возможно, это никому не нужно. Поэтому ничего просто не понравится. Ну а так просто тебе надо имя пошарить, например, чтобы другие люди могли использовать его. Да, вроде да. Понятно, спасибо. А у меня есть один вопрос, ребята. Замечаю, ты видел в этом фреймворке какие-то механизмы, которые имитируют самоучение этого бота? Есть какие-то готовые куски, которые автоматизируют этот процесс самоучения бота или это вообще не об этом, и это не предусмотрено этим фреймворком? Да, это вообще не об этом, это не предусмотрено. Обучением занимаются, можно или самому писать эту логику, или подключать какие-то сторонние сервисы, которые на основе входящих данных будут обучать этот сервис и уже работать. Я понял вас, спасибо. Раб, ну вот как раз вот есть смысл посмотреть в сторону вот этих Microsoft Connected Services, Луис и тому подобное, ну то есть в принципе они много чего покрывают, то есть сделать там бота, который, например, по имиджу, там лицо находит, твои эмоции, там улыбка. Хорошо они продвинулись в этом плане. Там есть бесплатные планы, поэтому для тестирования хватает на головой, чтобы посыпать, как оно работает. Нет, ну на самом деле написать самому что-то более-менее адекватное, серьезное, это нереально. Ну а на самом деле подключать сервисы, это да, надо смотреть функциональность этих сервисов и так далее, что-то подключается, окей. Окей, спасибо. У меня, наверное, еще такой последний из вопросов. А смотри, это бот-фреймворк, он только на дотнете писать? Или можно, например, какие-то писать? Ну, я бы показывал. Есть SDK для дотнета, для шарпа, есть SDK для ноды, и можно по REST общаться, но для этого нужно описать свой механизм оптификации и так далее. То есть то, что предоставляет этой лидерейт, только нужно написать на своем языке, который ты выбираешь. Еще вопрос такой. По дотнету какие? Все версии поддерживает, да? Стандартов или как? Или последнюю? Core поддерживает или только Full? Только? Core фреймворк поддерживает или только Full, например? Я не помню насчет Core. Я знаю, что ему нужен минимум дополнительный блок 4.6. То есть если он более старый, то он уже не работает. А так, по поводу корней, можно сказать. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, да. На рахунок секьюрити чатів, зокрема, например, Telegram, я так понимаю, что там никакой опишки, в принципе, не должно быть. Но если вы все-таки смотрели в эту сторону? И, возможно, что вы видели? Скажете? В плане опишки. Я же говорил, я пытался добавить поддержку к Telegram в текущую демку. Я смог зарегистрировать бота, я смог с ним пообщаться в личной переписке. То есть я там почитать Help, все такое. Но он не хочет работать именно в общей групповом чатике. И я нашел этот баг на баг-трекинге у них. Ну вот, например, я смогу взяти вот цей CrossEcho, да, и, например, брать себе Redirect, например, в секьюрити чат, власный, там, з іншою, например, з людиною, там, чи з двома. А, ты именно спрашиваешь про секьюрити чат. Так. Мене цікавлять секьюрити чати, чи є якась IP в бот-фреймворке для работы с Telegram с секьюрити чатами? Именно в SDK, скорее всего, нету. Но, как я рассказывал, есть возможность именно к приватным, ну, к нативным API обращаться. И если у API от Telegram есть, ну, есть поддержка этого, то ты можешь сделать это через WordFrameDoc, только ты должен это делать, написать все ручками там через JSON или как там они это передают. Добрый, дякую. А там еще вот от Кости в чате вопрос, но я не до конца его понимаю. Вот с голосом, как Олекса, он работает. По поводу голоса. Звонки поддерживаются, на данный момент есть поддержка только у Skype. Я не уверен почему, но я думаю, что потому что из всех поддерживаемых на данный момент платформ, звонки есть только у Skype. Ну, просто, Костя, вот не совсем понятно, но ссылка на Алекса можно скинуть. Нет, но идея чат-бота, ну, то, что он на текст реагирует. А вот эти распознавания голоса, ну, по идее, это все платформа зависимая. То есть, там, например, говоришь, ну, там, Cartano, например, там, ну, используя, да, на там голос, там, Google, Android. Ну, такие вот вещи, ну, просто как бот будет это распознавать. Ему нужен доступ к системе, получается, где он хостится. Я просто не щупал, не смотрел, как там передаются данные. Если там, если они, их как-то можно взять и подсунуть Алексею, то почему нельзя как-то использовать этот сервис и использовать это распознавание. Костя, а попробуй размьютаться. А вот почему-то сейчас разрешила, да, наверное, это было для настройки колокита. Да, ну, Samsung купила вот стартапчик VIV, который основал парень, ну, несколько человек, которые покинули когда-то нюанс и сделали серию для Apple. Ну, я не знаю, то есть, как бы, у них очень, у них есть классная презентация, которая показывает семантический анализ за 10 миллисекунд, как бы, очень круто по производительности, фантастически круто. Ну, просто вот все доступные опенсористные библиотеки, там синтаксический анализ здесь происходит дольше, а корректные, красивые, там, семантические прямо, но за 10 миллисекунд, 9, там, это фантастика, типа. Ну, наверное, там какой-то, ну, догадай, как можно строить какие-то спекуляции, но, то есть, ну, мне кажется, что голос интересен в первую очередь для всех вот таких вот платформ. Ну, и, как бы, кроме голоса, возникает второй вопрос. Entity recognition. Вот я там кто-то что-то написал, какое-то имя, не имя. Может быть, там, бот сказал, что мне нужно будет для подтверждения вот этого вот заказа от вас вот такая-такая информация, и что, если пользователь уже начал говорить что-то и начал это говорить не в том порядке? Оно поймет, что пользователь сказал, вот, Вася Пупкин – это человек, а улица Пушкина – это адрес, и что они не в том порядке. Вот, name entity recognition там есть? Ну, это, это уже все твоя бизнес-логика, то есть, как должен работать чат. То есть, по сути, это просто API, API просто к разным чатам, и все. Да, просто для получения, для получения данных от пользователей и пересилки в них, а что ты будешь делать с этим данным, как ты с ними будешь работать, это уже полностью все на твоих чатах. Ну, окей, то есть, это все не очень масштабно. От Microsoft ожидали какого-то такого вот, не знаю, да. Ну, я видел их не другие API все для вашего учета. Ну, не кинесторонние API, пожалуйста, бери, подключай, ну как? Ну, просто платформа, как платформа Alexa, она вот для этого всего как-то, вообще задумка масштабнее и круче выглядит в том плане, что мы не строим один большой сильный искусственный интеллект, мы создаем платформу, которая позволяет другим людям строить какие-то небольшие сервисы, которые будут умнее, чем они смогли бы построить сами, и в сумме создадут какой-то фантастически клевый продукт. А можно ссылку, пожалуйста, на Alexa в нашем? Да, Alexa ассоциация, это только там сила связанная и все там. Хорошо. Сейчас кинуть. Ну, просто, чтобы... Да, хорошо. Ну, просто, скорее всего, это немножко разные вещи. Ну, вот Alexa Echo сейчас, ну, вообще продукт, это вот эта вот херовина, Эхо, это колонка, а вот Alexa Developer API портал, вот он. А там какие-то XML можно строить, в которых, типа, строишь диалоги, оно автоматом их распознает, и ты, типа, там можешь задавать параметры различных типов, и оно их тоже распознает и так далее и тому подобное. А VIV, вот там только одно видео, и там краем глаза можно увидеть, что происходит. Где-то API, там никакая документация, по-моему, не доступна, но самое важное, это то, что их купил Samsung, и то, что она скоро, ну, скоро должно уже релизиться, как бы. Да, вот. Понятно. Ну, Кость, мне кажется, что, ну, просто бод-праймворк и вот эти вещи, но они... Да, да, разные, разные вообще вещи. Это как Cortana, Google Assistant, Siri. Да, да, да. Да, это вот это, Amazon Echo. А бод-праймворк, он другая задача. Ну, тогда возникают сразу вопросы. Это же оно все майкрософтовское, там оно поддерживает что-то, что-то не поддерживает. А я, например, хочу поддержку Jabber'a, Google Talk'a и какого-нибудь там Apple-оского вот этого вот месседжинга. Его куда-то там встроить можно? Наверное, нельзя. То есть, наверное, это open source... Наверное, есть что-то open source-ное подобное. Или там, не знаю, то есть, не open source-ное, но какие-то другие решения. Нет? То есть, какие-то альтернативы. Потому что, ну, набор самих, ну, как бы, платформ, с которыми оно работает, он небольшой. Если бы оно было open source-ное, это количество платформ увеличилось бы быстрее. Оно и так open source-ное. Оно open source-ное? То есть, туда можно что-то допилить? Да, в конце ссылка на SDK. Окей, просто у меня в чате не видно. В чате только я спамлю почему-то. Я не вижу в конце ссылку. Нет, презентация на экране шарится. Ну, Костя, ну, тут идея такая, что, ну, у каждой есть свои боты, вот. Ну, а это просто отвертка большая над этими всеми. То есть, какой-то unified API пишешь один раз и используешь везде. А там, если тебе добавляют коннектор, и тебе не надо ничего переписывать, ты просто говоришь, там, добавь мне слэп, добавь мне кик, не знаю, что-нибудь еще, еще, еще. Ну, то есть такая вот. Это удобная объемка для Microsoft комьюнити. Ну, да. Ну, окей, понятно.